Ожидали, да, что и плотное оборудование будет, да, и достаточно агрессивная команда в плане ведения одинокожего, да, видите, наличие карточек, и было не просто взламывать, но тем не менее, моментов было предостаточно, и можно говорить, что он забивает голову, он забивает голову, и момент реализации очень важен, в принципе, в конце этого года, как из логики-то не выходил. Я думаю, которые получили, но тем не менее, у нас есть второй матч, и мы будем давать борьбу, если здорово. Пробеда, это 62-й, это 62-й, это 63-й, это 63-й, это 63-й, это 63-й, это 63-й, это 63-й. Добрый вечер, Олег Динасылов, Метаритинский, из-за этого. В первую очередь, хотел спросить о причине отсутствия Альбеда Хосема. Также в социальных сетях пишут, что легионеры поставили вам ультиматум, либо легионеры, либо Альбеда Хосема. Насколько эта информация проведена? Можете прокомментировать, пожалуйста. Тут чепуха полнейшая. Даже я не знаю, что комментировать. Вы прочитали это. Да, написал Владимир Жарков, казахстанский журналист. Зовите его сюда, пусть он расскажет. А можно, пожалуйста, причину отсутствия Хосема? Хосема? Да. Он пропустил игру со Спартакон, да. И, как вы заметили, мы играли в четыре защитника, да? Заметили, да? Да, конечно. Ну, малый. Может, кто-то еще думает, что мы пять защитников. И у нас на коле вышла пара кики и парочка. Вот. Все. Следующий вопрос. Не ищите. Или нету? Здравствуйте. Шарик Моголиев. Хотел задать вопрос касательно соперника. Собрали ли какую-то интересную информацию по ходу этой игры? И как планируете скрывать оборону в ответной игре в Боснии, как сказать, не получится? Ну, в принципе, я и говорю, мы скрывали вопрос. Моменты были, сколько их нужно, 20 моментов. Конечно, команда организованная, мы это понимали. И, в принципе, то, что мы из тех трех матчей, которые нам удалось получить на сборах, в принципе, к этим моментам были готовы, да? Еще раз повторяю. Конечно, больше хотелось, всегда хочется больше моментов. Но знаете, как есть игра, и бывает один момент забьешь, и сразу все счастливые, все супер, все здорово, тактика, замены, все гениально, поэтому, конечно, этот пропущенный мяч, он такую ложку дегт и дал. Но еще раз повторяю, у нас есть матч, понимаем, что он на выезде, да, при своих болельщиках, ну, неужели удалось забить в конце. Кирилл Сарков, мужчина. Добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос такой, ну, во-первых, на самом деле, критического вопроса нет, идеальная практически игра была, а во-втором тайме команда практически просто потерялась, она последовала штуфной, особенно последние 20-30 минут, и просто не знала, что сделать с мячом. По какой причине команда, которая только проводит предсезонную подготовку, выигрывает команду, которая проводит уже половину сезона? Опять-таки, после таких больших ожиданий, почему-то болеющих часто казачьего образа. Спасибо. Судьяновна. Ну, опять, наверное, это немножко необъективно, потому что мы мяч пропустили, да, и сейчас, конечно, вот такую оценку дает, по-моему, соперник во втором тайме сел просто еще ниже, если вы заметили, нет? Нет. Келестор Бушик. Момент выгорел в Таранте. Момент как выглядел, но все-таки сырая было взяла и был бутно под контроль. Ужас, Келестор Бушик. Хотелось было бы. Танцов, Келестор Бушик. Алмаз Сахаровский, КП. Хотел бы узнать, вы сами обратите внимание, что противник играл агрессивно, он получил много желтых карточек. Будете ли вы под готовки к следующему матчу обращать на это внимание и каким образом собираетесь к этому готовиться? Как-то футбол, да, это уровень борьбы, уровень единоборств надо держать. И вы видите, мы, в принципе, пропустили, проиграли два единоборства и из такой неприятной голевой зоны нам соперники забил ночь. Поэтому, как вообще, в принципе, может, каждую игру надо бороться в нашем чемпионате. Не надо бороться. Но это играть футбол еще. Собираем моменты. Уркин Мухаммад. Уркин Мухаммад. Это же, наверное, у нас на своих игроков. Тот же момент, который в первом тайме создал самородов. Вот так вот. Ну, если собирать, это все много. Единственный вопрос. Когда мы увидим игру тренера? Рисунок игры тренера? Вот такой вот вопрос. Ну, вы... Я прошу ответить прям, прям. Давайте, давайте. Ну, вы сейчас мне здесь по тактике, наверное, некорректно, вы так говорите, в плане, что самородов сам себя придумал. Вообще-то, игроки находятся в томате, да? И важно, вот смотрите, игрок соперника пробил детальное мастерство. Или это рисунок? Что это? Ну, рисунок какой-то? Или просто мне объяснили, как бы понять. Если вы от меня ответы ждете, ну, этот момент был так, чтобы наша оборона села и дали пробить. Вот так вот. А каждый игрок, вот на тренировках мы видим, каждый игрок может попасть в ворота, если в удобной позиции. А наша оборона села и создала такую удобную позицию для них. Он пробил и все. У нас пол пропустили ровно того, когда проиграли три подряд единоборства. Проигранные три подряд единоборства обычно заканчиваются каким-то голевым моментом в ворота, да? Бывает забивают, бывает не забивают. Поэтому уровень борьбы надо держать, надо терпеть, надо стоять на ногах. Здесь, а насчет рисунка, ну, слушайте, он достаточно неплохо и команда взаимодействовала. Сейчас вы откройте статистику, да? И посмотрите там по ударам, по контролю мяча, да? По заходам в третью зону, в плотную третью зону, да? По взаимодействиям во флангах. Конечно, хочется больше. Ну, еще раз говорю, мы были с играми с организованной командой. И я понимаю результат сегодня, пока, но еще раз повторю, у нас есть игра. Он нас не удовлетворяет, вас в том числе. И, ну, по мне, это некорректный вообще вопрос. Кирислав Кучик-Мусак. Вопрос по Волгану Баттеню. Сегодня я видел после матча то, что вы беседовали, или даже предъявляли претензии после матча в середине поля. Вышел он, скажем так, не самым ярким образом. Почему-то постоянно выход на замену падает на Волгану Баттена, когда есть условные там регионеры, которые могут обострить и протащить мяч намного качественнее, Вы говорите про позицию в центре поля. Ну, регионеры, сегодня 9 регионеров вышло в стартовом составе. Ну, если они у меня заканчиваются, я не могу взять и привезти еще. Ну, условно, место Баттены, почему не выражали Рожан? В середину. Перестроиться можно было бы в середину. Сейчас, когда это тактика, я не знаю, что мало людей это вызвать страх, чтобы учить босса, именно вопросы по игре. Сегодня вопрос, из-за поражения сегодня готовы ли вы пожертвовать матчем в чемпионате на этих выходных, чтобы сохранить силы в основных? У нас перенесен на игра, мы конкретно готовимся к ответ на игре. Что там было мать, я уже был бы ехал, да? В стране. Негизи, в будущем, в будущем, в художном периоде, в Казахстане, в других ситуациях, в Баттенбургахстане, в GBD, в Казахстане, в босыне, в основном, в уровне. А вот внутри, в последнее время. Почему это было бы в стране? Нет. Ну, я не знаю, что вы поняли. Потому что вы не гуляете это, что вы не гуляете? Вы не гуляете, потому что вы не гуляете. Вы не гуляете чемпионат на красавиуме? У нас в наличии 16 футболистов. Я вам сейчас время передам. Общее, кто сколько провел. Они все задействованы. Вообще, 11 футболистов не могут тащить сезон. Я не знаю команды, которая в таком плотном графике может тащить сезон в 11 игроков. Есть разные состояния. Есть моменты каких-то травм. Есть состояние игроков, которое мы видим каждый день. Если человек травмирован один, второй, получается, а вот эти 11 у нас играют. Вы мне такой задаете вопрос. Я вам также отвечаю. Мне 9 футболистов выпускать, потому что они же вроде 9 наиграны. Или как? Я не понимаю. А для чего тогда футболисты в команде находятся? Валерий Дормиев, мы будем поймать с полной секреты. Он желает. Я не могу ответить. Я думаю, почему. Отсюда понимание. А я заметил. Хорошо. Мене баска ситуация варда. Баска моментерного контакта. Келес, рак, учат босса. Может. И тут дадам обзор. Хорошо. Дяник. Возможно, покажешься нему провокационно или что-то, но тем не менее факт состоит в том, что футболист Сараева перед матчем дал некое обещание того, что они привезут положительный результат домой. Будет ли какие-то такие заявления от нашей команды. Потому что нам, ну, кроме взрослой победы нужно будет. Да, можно лозунгами кидаться. Вопросов нет. Но хочется нам немножко подсобраться, сконцентрироваться, да, и без лозунгов сделать дело. Скажем так, будет пресс-конференция. И так же захотят ответить. Потому что там они тоже переживают. Поверьте. И сейчас после игры здесь махать шашкой. Сейчас туда-сюда. Мы сейчас. Надо немножко проанализировать. Посмотреть. У нас есть неделю. Какие-то моменты подправить. Посмотреть опять по состоянию. Про то, что я говорю. Потому что он и у Кики проблемы есть. И еще проблемы могут после игры. Поэтому посмотрите, кто живой. Про что вы говорите. Про наигрывание. Там как 11 человек должен с первого тура играть. По-моему, достаточно много сочетаний. У нас не было сегодня. Сколько у нас изменений было? Одно или два максимума изменений. То есть, соответственно, 9 футболистов, они играют правильно между собой. Или заново новый состав поставили. Первый вопрос. Отсутствие у заявки Балат-Каир. Какое состояние? И второй вопрос. Мы видели, что после завершения Идрей Сумаев послезился. Отлучает ли это то, что у игрока потерялась надежда? После каждого игрока. После 4-х, когда наслаждался Жов Пулин, Балат-Каир. Все, аж на рада. Ну, ибо жах на рада. Вот, что там ладан. Он легкий, наверное. Казар. Реабилитацию у Идрей Сумаев. Второй вопрос. Умай прослезился. После матча? Да, после матча. Это как раз показатель, что команда хотела выиграть. И, поверьте, они так же переживаются. И хотели мы другого результата. Но сейчас у нас есть игра, и мы можем это исправить. Пара сана. Соперник играл грубо, грязно, жестко. Вы были как-то готовы? И что вы будете делать в ответ на игры? С какими противниками? Спасибо. Противостоять. Как кажется делать. Будем висеть единоборство. Тем более, команда Идова так же будет агрессивно играть. Но мы знаем стиль этих команд. Он достаточно агрессивный. Здесь то, что я говорю, нам это агрессивно добавлять надо. Да, ну, надо отбирать мячи, да, карточек. Потому что вы видите, сколько команда соперника получила карточек. То есть, надо вести так единоборством, так же агрессивно. Но, тем не менее, в тексте, можно будет агрессивно играть. Затем, Сонсор, какие-то есть. Последний вопрос. У нас вот эти угловые стандарты всегда исполняют Максим Саморотов. Но в процентном соотношении мало вероятность, что он создает опасные моменты. Единственный, ну, на последний месяц я помню гол, который мы забили со стандарта. Это, как Байтона Паса дал, вот это, Спартаку, против Спартаку. Вот так вот. Почему именно Саморотов с такими результатами подает стандарты? Мне непонятно. Мы, во-первых, знаем возможности игроков. Вы знаете, а по осени, ой, по весне, достаточно много стандартов было как разобито с его подачи.